всем привет с вами михаил гребенюк и в этом видео мы будем с вами обсуждать тему портрет идеального менеджера по продаже мы уже в прошлом видео с вами обсуждали какие ошибки можем допустить при нами продавцов поэтому если вы не видели обязательно начните сначала с него посмотрите это видео и потом переходите к этому сегодня в этом видео я расскажу какими ключевыми параметрами должен обладать человек чтобы шансы того что круто будет продавать были максимальными ну и также сегодня посмотрев это видео вы поймете конкретные параметры которыми должен обладать человек для того чтобы иметь максимальные шансы на большие продажи в вашем бизнесе независимо от специфики если сравнивать как люди подбирают продавцов есть подбор дилетантский есть подбор профессиональный что такое дилетантский подбор ну типа мне как-то кажется из фильмов оксфор стрит с дикаприс продай мне ручку и мы как-то собеседуем и вроде бы неплохой продавец а есть научный подход это когда у вас есть четкий набор критериев которые должны быть в кандидате чтобы он круто продавал и посредством конкретных вопросов во время собеседования вы четко выясняете ставить себе галочки есть есть нету есть нету окей в целом пойдет берем или там все нету не берем то есть представьте как было бы круто если бы у вас был такой знаете как трафарет или как шляпа помните в этом гарри поттере вы такой надеваете гриффиндор а тут надеваете гений продавец ни в коем случае не брать на работу плохо продает вот собственно моя задача вам сегодня такую шляпу из хогвартса вам и дать ну что ж давайте начинать и так первая мысль с которой нужно начинать любой подбор вообще в принципе на самом деле любой позиции неважно это менеджер продажа или руководитель или там бухгалтер нужно понять что до любой позиции необходимо чтобы у человека было две вещи первое это набор нужных нам личностных качеств и второе это нужный нам набор компетенции или навык давайте по порядку личностные качества это что-то что дано природой что-то что дано родителями длительным этапом воспитания и взросления жизни и скорее всего вы за месяц 2 или 3 даже за полгода вряд ли поменяйте приведу пример внутренний уровень энергии это личностное качество или возраст но вряд ли вы поменяете да там в обратную сторону или сильно состаряете человека за полгода хотя некоторым это удается в несчастливых отношениях личностные качества это уровень эмпатии это уровень интеллекта это уровень настойчивости например уровень харизмы компетенции это например знание продукта умение выставлять счета считать документы сметы работы серым системе там и так далее и вот давайте мы разберемся с вами для позиции продавца на примере позиции продавца какие на мой взгляд должны быть обязательны личностные качества у человека чтобы был крутым продавцом и какие компетенции и здесь сразу хочу сказать что моё мнение таково я считаю я считаю что абсолютно не важно какими компетенциями обладает человек если него есть все нужные нам личностные качества потому что для для меня у продавца критически важно именно личностные качества они компетенции и компетенция всегда можно за месяц-два-три обучить а вот найти алмаз не ограненный с личностными качествами это непростая задача и так первое личностные качества продавца это уровень эмпатии это насколько человек умеет располагать в себе и мы про это качество разбирали как раз таки в видео ошибки при нами продавцов второе это уровень энергии знаете бывает люди которые такие уставшие поникшие или бывают атаки драйвовые огненные здесь важно есть шуты гороховые которые эй мы продавцы от бога нам такие не нужны просто вот я сейчас с вами разговариваю я же адекватно говорю но вряд ли вы назовете мой уровень энергии как пониженный или средненький я заряжен достаточно я к этому видео готовился как в любой встрече или переговора это второе третье это уровень настойчивости знаете вы человеку отказываете о такой и ушел или у такой так отказали окей следующая попытка еще попытка еще попытка и так далее вот принципе на собеседовании на самом деле прикольная история иногда продажникам по отказывает посомневаться в них даже с ним нравится посмотреть как он это реагирует четвертое голода денег если человек такой говорит ну дайте дам такой простой вопрос для собеседования скажите сколько вам сейчас нужно денег вместе чтобы не умереть например вам говорят 80 тысяч в месяц окей а сколько хотели бы зарабатывать через год он такой 87 500 а через три года сколько хотели бы но сотка была богой то есть если у человека там ну небольшой разбег амбиций скорее всего с ним работать будет трудно и на позиции продажника вам будет тяжело с работать продажи это позиция которая напрямую связана с деньгами и позиции которая сильнее всего завязана на процент или какой-то бонус от результата финансового и это сто процентов может получиться работать с продавцами которые не сильно голодные но гораздо легче с теми кому деньги нужны их легче мотивировать мы сейчас вами говорим все таки про идеальный портрет кандидата и безусловно какого-то из этих параметров может быть недостаточно сильно выражено но вот это прям идеальная картина и круто если вы все их найдете в человеке следующий параметр это грамотная речь без акцента в идеале хотя смотря какой специфики вы работать в какой нише это в целом если человек такой как бы это ну в общем-то типа так сказать туда-сюда пару слов сделай вряд ли вы с ним кашу сварите на позиции продавцов все-таки человек должен владеть своим языком и уметь строить грамотные фразы интересные фразы жирные фразы и чтобы клиент завораживался когда слушал его слова и последнее для меня критически важно личностное качество это опрятный внешний все-таки я считаю что когда человек приходит на собеседование с сальной головой грязный с странным макияжем или его отсутствием весь в прыщах ни разу не был косметолога обгрызанные ногти грязные ботинки и от него пахнет вряд ли конечно из него крутые продажи можно будет вылепить следующее личностное качество это интеллект человек должен быть умным но в принципе отличить умного от глупого можно как человек складывает информацию как он общается насколько тяжело он говорит насколько ли его понятно его речь ну и например в принципе на мой взгляд люди которые умеют круто шутить и пользуются чувством юмора это люди у которых сто процентов все в порядке с айкью и конечно продажникам с высоким уровнем акил будет гораздо легче здесь я поясню почему что такое айкью это коэффициент интеллекта интеллект это способность мозга находить тождество то бишь сходство или различия в чем-либо человеку которого высокий айкью сможет достаточно как знаете процессор обрабатывать много информации в секунду во время переговоров и человеку которого допустим низкий айкью может только слушать речь собеседника человек с высоким айкью может одновременно слушать речь параллельно с этим думать что он сейчас ему ответят параллельно с этим считывать невербалик у человека как он себя ведет как он сидит как у него мимикой на лице работает и при этом еще контролирует свою невербалику понимаете да и находить между этим всем сходство различие тождества и принимать решение в динамике сразу же окей и следующий блок это компетенция то есть это те вещи навыки или там их еще называют хард скиллы а вот это были личностные качества софт скиллы до софт скиллс харды или навыки это вторая вещь которая нужна в человеке сразу скажу что даже если их нет ничего страшного если из первые берите на работу этому всему обучить можно но в идеале человек должен обладать вот этим личностными качествами и по компетенциям первое это знание продукта тоже хорошо ориентироваться в продукте что какие нюансы есть способы использования процесс изобретения его там и так далее второе карты персонажей это аватары клиентов какие у них есть более проблемы которые ваш продукт решает и как и почему третье это скиллы продаж это насколько он имеет там устанавливать контакт гулять проблему делать презентацию отрабатывать возражения закрывать сделки дожимать оплаты и так далее четвертое это работа в сером системе насколько он имеет качество звонить по серомки запонять карточки ставят задачи вообще понимать чем не происходит хотя бы там вам или битриксе или хотя бы в экселе даже ну и пятое это стандарты работы в компании это ваши какие-то корпоративные правила регламенты он должен ими владеть и естественно любой кандидатах не знает на старте но и можно обучить вот такая идеальная картина я бы сегодня дал и собственно мы и сами пользуемся и вы можете всегда прийти к нам в компании на экскурсию для этого можете по ссылке прямо под этим видео записаться на экскурсию в наш отдел продаж и посмотреть не только на нашу систему найма обучения работать с клиентами но и на самих продажников потому что вы видите что вот эти самые личностные качества и компетенции во все оружие есть у наших бойцов и за каждого из них мне абсолютно не стыдно ссылка в описании переходите по ней оставляйте заявку и мы вам покажем все про то что сейчас я говорил у меня вопрос что должен сказать человек вот не на к тех кабинет заходит и такой михаил здравствуйте я к вам на вакансию менеджер по делам продаж и вот что он должен такого сказать чтобы ты такой о идеальный моё ну я бы сказал так здравствуйте николай мне зовут михаил очень приятные прошу компанию живут что узнал пам 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 я хочу вас работать я уже все знаю что ваша компания мне подходит и очень хочу что мне взяли самое главное почему я добрый честный порядочный настойчивый и самое главное за работу вашей компании много денег возьмите меня вы точно не пожалеете если человек вам такое сказал ну или нечто подобное что он заработал много денег и так себе расположил знаете что он либо реально гений его точно нужно брать на работу ну или он посмотрел это видео что тоже кстати хорошо и значит он стоит за это работа потому что хотя бы смотрит какие-то развивающие видосы подписывайтесь на канал будьте гениями ставьте лайк если вам зашло это видео если оно было вам полезным напишите в комментарии какие еще для вас на ваш взгляд важные личностные качества или компетенции должны быть в человеке чтобы быть крутым продавцом ну а с вами был михаил гребенюк и до встречи с вами в следующих роликах на нашем youtube канале всем пока